Перейдем к формальному обсуждению, к математике. Прежде чем, опять же, я буду представлять главных действующих героев, мне нужно рассказать вам про одну конструкцию, которая связана с теорией множеств. Скажите, слышал ли кто-нибудь из вас словосочетание Кантерова-Монтажа с отрезка, с обычного отрезка 0,1? Я буду рисовать концы этого отрезка в виде таких квадратных слов, чтобы подчеркнуть, что мы в конце этого отрезка включаем в наш отрезок. Взяли такой отрезок. Сделали с ним следующую операцию. Поделили его на три равных части. Здесь будет одна треть, здесь будут две трети. И вот эту серединку выкинуть. Значит, вот эти точки мы не включаем, выкидываем, выкидываем вот такой вот интервал. Выкидываем интервал от одной трети до двух третей. Остается два отрезка. У одного отрезка в конце 0,1 третий. У другого отрезка в конце от двух третей до ни. Теперь у нас есть два отрезка. Теперь давайте мы сделаем с этими двумя отрезками ту же самую операцию. Поделим их на три равные части. И выкинем середину. Дальше уже тут нужно считать корнаты этих точек. Мне не охота их считать. Но я думаю, что геометрически понятно, чему они равны. Значит, выкинули эти две середины. Получили теперь четыре вот таких отрезков поменьше. И так далее. Дальше этот процесс можно продолжать. Каждый раз у нас будет получаться какое-то конечное множество отрезков. Какой-то конечный набор отрезков. А каждый из этих отрезков мы делим на три части. Выкидываем середину. Итак, переходим к отрезкам следующего уровня. Как вы считаете, если мы сделаем эту операцию бесконечно много раз? Вот такой выкидыванки. Вообще что-нибудь останется? Например, что? Ну вот, например, ноль останется. Мы его никогда не выкинем. Единица останется. Более того, одна треть тоже останется. Вот мы ее здесь выкинули, а больше уже никогда не выкинем. На самом деле, останется довольно много точек. Ну, как много. Сложный вопрос, в счет того, много или мало. Например, если мы попробуем понять, какую общую длину мы выкинем, или наоборот, какая общая длина останется. На этот вопрос довольно легко ответить. Давайте посмотрим. Значит, у нас общая длина первого отрезка была единица. Совокупная длина вот этих двух отрезков равняется чему? Две трети. Ну, понятно, почему две трети, потому что мы взяли отрезок и выкинули из него одну треть. Дальше, с каждым из этих отрезков мы сделали ту же самую операцию. Мы взяли, мы взяли этот отрезок и выкинули из него. Это означает, что длина каждого из этих отрезков умножилась на две трети. Это означает, что совокупная длина тоже умножилась на две трети. Какова совокупная длина в этих четырех отрезков? В четыре девятых или это то же самое, что две трети квадрата? Какая будет длина следующей системы отрезков? Следующая из прочих. Четыреть. Значит, получается две трети в спутном. И так далее. Соответственно, это означает, что если мы будем делать такую операцию бесконечно много, то совокупная длина того, что останется, будет две трети в очень-очень-очень большой степени. А это что за число такое? Две трети в очень-очень большой степени. Это большое или маленькое число? Ну да, если вы возьмете число меньше единицы, начнете его возводить в большую степень, получается очень маленькое число. И на самом деле, если мы эту операцию проводим бесконечно много раз, то то, что останется, вообще будет иметь нулевую длину. Ну или нет, в математике говорят, нулевую меру. Но тем не менее, точек там довольно много, с другой стороны. Давайте посмотрим, что можно делать с этими отрезками. Я предлагаю ввести такой кодировок. У нас есть исходный отрезок 0,1. Дальше, когда мы... Я хочу сделать это еще еще. Я хочу каждый из отрезков, которые у нас здесь получаются, в результате применения этой операции, я хочу закодировать, дать ему некоторый номер, закодировать последовательности из нулей и единиц. Если мы переходим к левой половинке очередного отрезка, то мы будем писать 0. А если к правой, то будем писать 1. Значит, вот этот переход означает 0, а вот этот переход означает 1. Тогда вот этот отрезок я назову I от 0. Вот этот отрезок я назову I от 1. А дальше, значит, как получить вот этот отрезок? Нам нужно вот от этого отрезка взять левую половину. Я здесь поставлю такую сколочку, тоже напишу 0, и напишу, что вот этот отрезок имеет... имеет... номер 0,0. Кодируется последовательность из двух нулей. Это означает, что мы по этой... по такому дереву прошли 2 раза в лету. Этот отрезок будет иметь код 0,1. Вот этот отрезок будет иметь какой код? 1,0. 1,0. Этот отрезок будет иметь код 1,1. Понятно, что так можно дальше... дальше двигаться вниз, а следующие... отрезки следующего уровня будут кодироваться последовательности из трех символов, 0,1 и так далее. Давайте я сейчас докажу одно утверждение. Мне сейчас понадобится записывать вот такие последовательности из 0 и 1, и я их буду обозначать таким образом. Омега 1, омега 2, и так далее, омега 1. Это вот такое слово... каждая омега, каждый вот этот символ, это нолик и единиц. Значит, омега жидкая... и я убеждаю следующее. Если у меня есть отрезочек моего разбиения и и от омега 1, омега 2 и так далее, омега n, в эти все это слово обозначу в виде буквы W, и давайте я обозначу этот отрезок, скажу, что его концы это L от W, R от W. То есть я просто обозначил в конце вот этого отрезка, соответствующего некоторым набором из 0 и 1, обозначил их через L от W, и W это мой набор из 0 и 1, и R от W. А левом, которое я хочу доказать, согласит следующее. Она позволяет явно вычислить координаты левого конца с соответствующим отрезком. Значит, L от W, и это есть такая же штука, не утверждаю. И это есть омега 1, 2 омега 1 разделить на 3 в 1, плюс 2 омега 2 разделить на 3 в квадрате, плюс и так далее, плюс 2 омега n, омега n разделить на 3 в квадрате. Омега n разделить на 3 в квадрате. Значит, получается такая сумма. Давайте посмотрим, давайте проверим, что это правда. Давайте возьмем, например, вот эту точку. Вот эта точка, она какому числу соответствует? 2 в квадрате. То есть она соответствует 2 в квадрате. И я говорю, что эта точка должна задаваться вот такой штукой. Она должна задаваться как 2 умножить на 1 разделить на 3 в 1, плюс 2 умножить на 0 и разделить на 2 в квадрате. Ну, вроде похож на правду. Вроде работает. Понятно, что здесь написано? Значит, мы берем просто последовательно те нули и единицы, которые у нас здесь записаны в этой последовательности и умножаем то, что есть, на 2 и делим на 3 в квадрате. Закажем эту венку. По индукции. Индукция будет по m, по трене слова. База индукции. Ну, пусть длина слова равняется, например, единице. Тогда это значит, что у нас мы находимся... Мы рассмотрим в один из двух отрезков. Либо вот этот отрезок, либо вот этот отрезок. Ну, явно проверяется, что наша формула верна. В этой формуле будет только одно слогаемое. Первое слогаемое. Соответственно, если это отрезок с индексом 0, то здесь будет написано просто 0. А если это отрезок с индексом 1, то здесь будет написано 2 окажет на 1 разделить на 3 в первой, как раз 2 в третье. И действительно мы видим, что просто построение действительно соответствует левым концам соответствующего ответа. Значит, явно проверяется. Шаг индукции. Пусть для слов длины n-1 левого верна. Давайте рассмотрим какое-нибудь слово дубль В, которое есть омега-1, так далее, омега-n-1, омега-n. Давайте посмотрим на соответствующий отрезок. И вот омега. Как получаются отрезки такие вот омега? Нам нужно взять отрезок, который соответствует вот этому слову, то есть пройти пройти по этому дереву до n-1 символа, мы окажемся на каком-то из наших отрезок. После этого нам нужно сделать одно из двух вещей. То есть нам нужно приписать следующий символ, и смотрите, что происходит, когда мы приписываем следующий символ. что происходит с левым концом, если мы приписываем символ 0. Это означает, что мы из очередного отрезка разбиения, вот то есть был отрезок разбиения, и был его левый конец. Мы из этого отрезка разбиения выкинули середину и оставили, и сейчас рассмотрим вот это отрезок, левый. Что произошло с левым концом? Как связан левый конец вот этого отрезка с левым концом вот этого отрезка? Они одинаковые, это одна и та же точка. И действительно, левый нам говорит, что в этом случае надо будет прибавить 2 умножить на вот это самое омега n, делить там на что-то, но это омега n будет нулёк. Поэтому эта штука не изменится. С другой стороны, что произойдёт, если мы перейдём отсюда, перейдём наоборот на правый отрезок. Это означает, что мы теперь вместо вот этой точки рассматриваем вот этой. как все точки связаны? Чтобы перейти отсюда сюда, нам нужно два раза прибавить вот этой самой одной трети от нашего отрезка, от нашего предыдущего отрезка разберения. А длина отрезка на каждом шаге, то есть, например, первый шаг, здесь длина одна треть. Здесь второй шаг, длина одна девятая. Поскольку мы каждый раз отрезок разбиваем на три части, то каждый раз длина уменьшается в три раза. Значит, на этом шаге длина вот этого маленького отрезка будет равняться как раз единиц на три степени лент. Ну, значит, это означает, что для того, чтобы перейти отсюда сюда, нам как раз нужно прибавить ровно вот эту величину. Два разбит на три степени. Два раза два отрезка длины единиц длины на три степени один. Таким образом, где мы доказываем.